В декаду инвалидов много говорят о проблемах людей с ограниченными возможностями. Любые теплые слова греют душу. Но как быть, когда ребенка в коляске матери приходится два раза в день буквально втаскивать на восьмой этаж дома? Подробности этой вопиющей истории в нашем следующем материале. Ну, нажимать беспалевно. Не работала и не работает. Не собирается работать. Для Марины неработающий лифт – самая настоящая катастрофа. Ведь ее дочка передвигается только на коляске, а значит, приходится затаскивать больного ребенка на восьмой этаж. И так несколько раз в день. Четвертый месяц подряд. У нас декада инвалидов идет. И пора бы немножко, может, и правда о нас позаботиться. Есть повод очень хороший. Сколько я еще буду? Это пытки. Это самые настоящие пытки. Это невыносимо. У меня сил нет. Я все-таки женщина. Я не атлет тяжеловес. И вообще я не понимаю, почему я должна быть заложником. К слову, сумма за пользование застывшим лифтом ежемесячно приходит в квитанциях от управляющей компании «Комфорт жилсервис». За что? Она приходит регулярно 320 рублей до 31 копейка. Оплата регулярно производится. Возмущаются те, кто платит. Те, кто не платит, так они и возмущаться не надо. Мы заложники просто-напросто в лице, извините меня, управляющей компании. И действительно, за наличие подъемника в доме Марина и другие жители платят ежемесячно. Но куда уходят эти деньги? Ведь долг управляющей компании, собирающей платежи перед предприятием, отвечающим за обслуживание и ремонт лифтов, свыше 200 тысяч рублей. С октября 2013 года, как заключили договор, по настоящий момент они ни копейки нам не заплатили. Но мы пока приостановили действие договора, как бы сказать, выполнять. Потому что нет смысла выполнять работу, не получая за это. Потому что надо выплачивать заработную плату электромеханикам. Надо покупать какие-то запасные части, материалы, чтобы поддерживать техническое исправное состояние лифт. Лифты в многоэтажке старые. И безопасность передвижения на них может подтвердить только экспертная оценка. Иначе подъемник просто опасен для жизни. Раз в 12 месяцев в лифт должен проходить техническое связи с лифтом. Эти работы на них тоже не произведены. И соответственно у них лифты уже отработали нормативный срок. То есть выше 25 лет. И они должны пройти оценку соответствия этих лифтов. То есть провести экспертизу лифтов, чтобы продлевать им срок. Они тоже эту оценку не прошли. Поэтому эти лифты эксплуатироваться не могут. Отказываться от технического обслуживания мы не собираемся. Но надо привести в соответствие как положено. Согласно договоренным отношениям. То есть платить за это деньги. И получать услугу. Чтобы он нормально был, безопасно эксплуатировался. И нормально перевозил жильцов. На все вопросы у управляющей компании «Комфорт жилсервис» ответ один. Нет денег, жильцы не платят за коммунальные услуги. И вообще портят имущество в доме. Жгут электросчетчики. Это, извините, бесплатно нам никто не выдает. Это платные работы. То есть по копейкам то, что складывается, оно вот так и уходит. Здесь что-то сломано, его поменяли. Там проводку, там дверь заварить, там что-то делать. Простите, но это же надо откуда-то взять. В общем, деньги, которые люди платят за неработающий лифт, уходят на совсем другие нужды. Правда, с домом, который, по словам заместителя генерального директора управляющей компании, совершенно убыточный, расставаться они не спешат. Это возможно, в любом случае это возможно. Но дело не в этом. Просто когда оглядываешься, смотришь на вот эти труды и хочешь бросить, но на самом деле не бросишь. Потому что лично по этому дому, в частности, по этому дому сделаны были огромные работы и слишком много нервов потрачено. Какие работы были сделаны по ремонту и содержанию обшарпанного подъезда, жители не понимают. А кто подсчитал, сколько сил потрачено и нервов Марины, которая ежедневно на восьмой этаж затаскивает больного ребенка? Вот у меня ребенок инвалид, у нас есть программа «Доступная среда», конвенцию приняли, а у нас тут идет сумеречная зона, у нас тут недоступная среда, которая всеми способами соблюдается.